Привет! Сегодня на моем канале супер особенное видео для меня, потому что это моя первая коллаборация. В общем, на самом деле я давно хотела сделать коллаборацию с каким-нибудь Симмером, и сегодня наконец-то это случилось. И эта коллаборация будет совместно с каналом Жабушкина, а сам челлендж мы взяли у канала Августа. Ссылка на сам челлендж будет в описании, а застройка другой части квартиры будет в закрепе. В общем, изначально суть челленджа была построить комнату, и половину комнаты делает один блогер, а вторую половину другой блогер, и есть 22 разные тематики этих комнат. По сути, этот челлендж очень напоминает 30 дней каст-челлендж, который я тоже скоро начну. Кстати, на канале Жабушкина он уже есть, можете посмотреть. Как вы поняли, мы внесли небольшие изменения в этот челлендж, и вместо комнаты мы застраиваем целую квартиру, и, возможно, дальше мы будем застраивать дом. Ну, а сегодняшняя тема квартиры это обитель геймера. Ну, как вы уже поняли по названию, и эту квартиру мы поделили на 7 частей, и 3 части строила я. Нет, подождите, 3 части, 4 части строила я, а 3 жабушкина. Мне досталась кухня, прихожка, зал и кладовая. Ну, будем называть так, я точно не помню, но я не сразу поняла смысле кладовая, что я могу туда построить. Я сначала хотела поставить туда шкафчик с едой, ну, я думаю, вы видели такие шкафчики с едой. В общем, Симпсон есть. Но потом поставила разные полочки, в общем, вы увидите. Мне нравится, что этот челлендж продлен на целых 22 дня, и поэтому у нас будет целых 22 совместных видео. Кстати говоря, насчет кухни, я не зря взяла кухню, потому что я каждый раз говорю, что мне нравится строить кухни, и получается они у меня лучше всего. Но раньше я не понимала смысл тех вытяжек, которые не крепятся к стене, то есть таких реально много, а именно тех, которые крепятся к стене, штуки 3. Я думаю, вы поняли, о чем я говорю. В общем, вот эту вытяжку я сначала вообще не хотела использовать, но потом посмотрела и поняла, что, в принципе, смотрится очень даже ничего. И из-за того, что я решила впихнуть сюда столовую, вот эти парные стулья, у меня практически не осталось места для зала, и поэтому тут вот так пришлось все запихать, но, в принципе, выглядит не так плохо. И тут пока я не знаю про кладовую, я про нее пока забыла, и поэтому в результате между диваном и телевизором будет дверь в кладовую. Ну, я думаю, что это нормально, как бы особо не выделяется, и, в принципе, выглядит очень даже хорошо. В представлении квартиры геймера я сначала думала, что там будет минимальная кухня, и вообще будет, ну, так скажем, не прибрано дома, хотя результат очень даже обычный, то есть классическая кухня, и мне кажется, в моем представлении, что геймер, допустим, не готовит себе практически, и поэтому в кухне так чисто, то есть если он не готовит, не нужно и прибираться. Кстати, кто смотрел видео «Дом с прозрачным потолком», тот, наверное, помнит, что я там тоже использовала разноцветные барные стулья, и тут я взяла идею оттуда. Странно звучит. В общем, что я говорила о кладовой, там сначала я, как вы видите, поставила полку с едой, но потом, спойлер, я ее убрала. Вот. Теперь я строю прихожку, и было, на самом деле, очень трудно уместить прихожку в такое супер узкое место, потому что свободно было, так, две клеточки, правильно, и дверь была на две клеточки. Ну, а в целом мне понравилось. Потом я ее тоже переделала несколько раз, по-моему, я два раза переделала эту прихожку, а еще у меня начала глючить некоторая мебель. Не знаю, почему, тут нет дополнительного контента. Забыла сказать, кстати, одно из правил этого челленджа не использовать дополнительный контент, но у меня с этим проблем нет, потому что я его целым не использую, и если раньше, я уже говорила когда-то, что раньше я использовала дополнительный контент, и то в основном на одежду, на прически, а не на мебель, то сейчас я вообще про это забыла и совершенно не пользуюсь им. Поэтому и в 30 дней каст-челленджа там в списке был сим без допов, и поэтому я убрала. В целом я поменяла немножко список в 30 дней каст-челленджа, а в этом челлендже 22 дня... Точно не знаю, как он называется, но, скорее всего, что-то типа 22 квартиры, ну, что-то такое, я не знаю. Опять же, ссылка в описании, можете посмотреть, если вам интересно. Кстати, я впервые вижу эту полку из кладовой, мне она безумно понравилась, и я не понимаю, почему раньше я ее не видела и не смотрела. Вот меня это очень сильно бесит, то, что в Sims очень многие украшения где-то спрятаны непонятные, то есть нету нормальных категорий, поэтому дома получаются немножко суховатыми, если, конечно, не рыться во всех этих украшениях, но это, опять-таки, занимает очень много времени, потому что они все расположены в разных местах, и либо нужно это все выучить, либо я даже не знаю, что с этим делать. В общем, тут я практически достроила все, что должна была построить, и, кстати, от того, что я поменялся этим пусиком, они перестали глючить, там, по-моему, что-то я еще пыталась добавить, и оно тоже начало очень сильно глючить. Я не понимаю, что с Sims не так, потому что у меня нету, опять же, дополнительного контента, чтобы что-то перегружало игру или тому подобное. В общем, я в одном из видео говорила, что мне очень сильно нравится эта лампа, и в этот раз я тоже хотела ее использовать, непонятно зачем, просто она мне нравится, и поэтому я ее вставлю везде, где можно и где нельзя, и это тоже небольшая проблема. И здесь я захотела поставить немножко футболок спортивных команд, что-то типа этого, но потом вспомнила, что это все-таки геймер, и поставила вот такие вот интересные картинки, что-то напоминающее комикс, мне кажется, по тематике геймера это подходит намного-намного лучше. Мне осталось поставить торшер, и свою часть я закончила, поэтому переходите в закрепе на канал Жабушкиной, и смотрите, что построила она, точнее, спальную комнату, туалет, ванную и гардероб. Осталось добавить немного ковриков, и дом точно готов, поэтому я с вами прощаюсь, до скорых встреч, пишите в комментарии идеи для следующих видео, и ждите продолжения этого челленджа. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok